Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Наверное, уже все слышали сериал Игра в кальмары, но он настолько популярный, что ж с каждого у тебя про него говорят. Я посмотрела такой вау-эффект, про который все говорят, но в принципе достойненько на вечер посмотреть и что. Напишите в комментариях, как вам этот сериал, понравился ли он вам или нет, что вам больше всего зашло. Единственная просьба от меня, пишите, пожалуйста, без спойлеров, потому что многие, возможно, еще его не посмотрели. Но вообще, в последней серии умрет, и вдохновившись этой игрой кальмара, я решила вам разобрать три маленькие мелодии по табам из этого сериала. И я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть, просто новый инструмент, а вдобавок к нему различные аксессуары. Тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Скиф Мьюзик. А еще ребята из Скиф Мьюзик каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. Ну а сейчас, бери Укулеле в руки и погнали учиться. Итак, первая мелодия будет звучать следующим образом. В основном мы будем играть на первой струне и иногда на второй. Начинаем с вами играть второй лад. Зажимаем указательным пальчиком, играем его 6 раз подряд. Очень легко играть с переменными движениями в правой руке, то есть указательный средний, указательный средний. То есть, кому это сложно, играем большим пальчиком. Причем у нас будет такая ритмика. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть на третью и шестую мы всегда будем долго засиживаться. Раз, два, три. Раз, два, три. Далее, в идеале, нужно дотянуться мизинчиком до шестого лада. Также на первой струне. И сделать пиу. Получается. И вернуться опять на второй лад и сыграть его два раза подряд. Давайте соберем. Далее у нас идет кусочек на второй струне. Мы играем пятый лад. Третий, пятый. И возвращаемся опять на первую струну на втором ладу. Давайте соберем. Обратите внимание, какими пальцами я играю, в каком ритме я играю. Это все очень важно. Чтобы у вас не было какой-то кракозебры, когда вы играете одним пальчиком. Вот так вот не нужно. Так, это у нас была с вами первая строчка. Далее идет вторая строчка. Примерно начала такой же. Далее седьмой раз еще раз сыграем второй лад. И переходим на вторую струну, где уже начинаем играть. Пять, три, пять, три. И два раза открытая вторая струна. К этому моменту лучше подходить с первой струны, со второго лада. Полностью вторая строчка. Далее. Давайте соберем, что у нас с вами получилось. Вам не обязательно играть так быстро. Лучше в медленном темпе все хорошенечко отработать и потом постепенно ускорять это. Разбор на укулеле. Следующая мелодия у нас из игры «Зеленый свет, красный свет». Однако в нашем переводе это было как «Тише едешь, дальше будешь». Почему сделали так, я не понимаю. Ведь у нас есть аналог этой игры «Море волнуется раз». И почему не привели «Море волнуется раз» непонятно. А эта мелодия будет звучать следующим образом. Для кого будет трудно, вы можете вот эту вторую струну, которую я играю на шестом ладу, перенести на первую струну на первом ладу. Я это сделала для того, чтобы вы не прыгали постоянно туда-сюда. Зачем? Если можно сыграть вот так вот. Кому как удобно. То есть, если у вас будет написано «Вторая струна, шестой лад», вы можете играть ее как вторую струну, шестой лад или первая струна на первом ладу. Давайте сразу поставим распальцовку. Посмотрите внимательно, я сразу же готовлю указательный пальчик на четвертой ладу. Потому что я буду «Ти-ти-ти». То есть, не нужно играть так. Так вот мы не играем, сразу все ставим заранее. Средний пальчик мы ставим на вторую струну на шестом ладу. Далее, безамянный пальчик ставим на первую струну на шестом ладу. И также указательный палец на четвертый лад на первую струну. Вот это у нас такая вот форма и получается. Ну, играем в медленном темпе. То есть, сначала играем вторую струну. Далее, три раза первую струну на шестом ладу. Далее, отпускаем этот пальчик, но недалеко убираем его. Играем четвертый лад. Получается. Далее, опять возвращаем его на шестой лад. На первой струне играем два раза. Переходим на вторую струну. Играем ее два раза. И далее, играем первую струну на четвертом ладу. И получается следующее. В правой руке вы можете играть, как играю я, каким-то таким переменными штучками. Или не заморачиваться, играть все большим пальчиком. Еще раз. В общем, вы поняли. Разбор на укулеле. И третья мелодия у нас с вами тема розовых солдатов. Звучать она будет следующим образом. Как вы, наверное, уже заметили, это очень похоже на марш. Будем стараться играть более отрывисто, чтобы прям как будто гвозди забываем. То-то-то-то. Ну, вы обычно так и играете. Для этого нам потребуется, по сути, выучить три такта, которые там будут повторяться. Зажимаем четвертую и вторую струну на первом ладу. Причем, заметьте, какими пальцами я делаю это. И начинаем играть перекличку. Четвертая струна. Вторая струна. Четвертая струна. Вторая струна. Далее играем все на четвертой струне. Опять зажатая струна на первом ладу. Потом открытая. То-то мы два раза подряд отыграем. Давайте соберем. Потом этот кусочек опять повторяется. Далее мы переносим с вами средний палец со второй струны на третью струну. Также на первом ладу. И играем перекличку. Четвертая струна, третья струна, четвертая струна, третья струна. И опять играем только четвертую струну. Один, ноль, один, ноль. Получается. Далее возвращаем наш пальчик с третьей струны на вторую. И опять играем эту перекличку. Все вместе это получается следующим образом. А теперь чуть быстрее. Обязательно поставь лайк, чтобы у тебя получилось с первого раза все это сыграть. Также пиши в комментариях свои хотелки, что еще мне разобрать. Ну и отдельно я хочу поблагодарить всех тех ребят, которые поддержат меня на бусте. За меня они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну и конечно мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.